Здравствуй, Чаймастер! Не откладывая в долгий ящик, решил сразу записать тебе традиционный аудиофидбэк. Как обычно, всё это дело происходит после прослушивания твоего крайнего подкаста. Как обычно, утро. Время порядка 7 часов 14 минут утра. Температура 0 градусов. Выезжаю на работу и параллельно пытаюсь записать тебе ответ. Ну, во-первых, хочется сказать тебе огромное спасибо за такие тёплые слова в мой адрес. Даже как-то ввёл меня в краску, потому что, ну, такое впечатление, что я прям тебя вытащил. Не знаю, тонущего из реки. Шучу, шучу. Это, конечно, приятно. Но хочу обратиться к твоим слушателям. Несколько развенчать, скажем так, твои добрые слова. На самом деле, видеорегистратор, как ты говоришь, по поводу моего видео, если кто смотрел, ну, ты-то, по крайней мере, смотрел. Дело в том, что видеорегистратор-то у меня включен. Всегда просто хотелось как-то сделать ответ немножко поинтереснее. Вот, собственно, наверное, получилось. Вот. Потом, уважаемые слушатели чаймастера, дело происходит не в пять часов утра, а в семь, конец седьмого часа, начало восьмого часа утра. В пять тридцать я только встаю. Вот, для того, чтобы собраться и ехать на работу. Вот, поэтому все это гораздо менее героически выглядит, как и писал уважаемый чаймастер. Вот, дальше. Просто, когда я записал подкаст, а потом уже подложил под него видео, во время которого он записывался. Поэтому, наверное, сейчас уместны некоторые комментарии к этому видео. Передо мной постоянно, кто смотрел видео, мотается машина с номерами города Саратова, моего родного города. Ну, в Москве это часто бывает, очень много людей приезжает. Поэтому, чтобы вас не смущало, что номер 64, если вы внимательно приглядитесь вокруг по номерам, конечно, это московские номера. Вот. И дело происходит совсем не за МКАДе, а как раз на самой МКАД, то есть окружной дороге. Ну, ладно, это все не важно. Вот. Все равно еще раз спасибо, чаймастер. Понятно, что моя поддержка лишь только моральная. К сожалению, больше я, чем я тебе могу помочь, только поддержать тебя в твоих поисках, понимая, как сложно быть без работы, соответственно, без каких-то нужных средств. Ну, я думаю, что это дело временное, и все в итоге разрешится в лучшую сторону. Как я уже говорил в прошлом подкасте, давай настраиваться на положительный лад. Вот. Писать подкасты в московских пробках намного интереснее и продуктивнее, поскольку и время уйдет, и ты как-то не сидишь, нагреваешься между рулем и сидением, чтобы, думая, быстрее бы доехать там, вот какие все вокруг, такие сякие. Вот. А это как раз убивает это время, и дорога проходит веселей. Поэтому мне даже удобнее писать именно в таких условиях. Вот. Ничего в этом страшного нету. Сейчас наука придумала много способов записи звуковых волн, совершенно без участия практически человека. Присутствует только, как ты его называешь, чайфон у тебя. Вот. У меня, не знаю, пока не придумал, как называется этот прибор. Вот. Так, остановила меня милиция. Здравствуйте. Можно было бы, конечно, по брови поставить. Да, ну, давайте поставлю. Да теперь уже. Все нормально. Да. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, выезжаем на наш любимый МКАД Смотрим опять, конечно, пробище Ну вот и ладно По поводу твоего рассказа О очередном твоем собеседовании Конечно, интересно Интересно, что добивались эти ребята Это дядя с шариками, который так настойчиво тебя мучил какими-то непонятными тестами Как ты говоришь, это на уровне кавки и подсознания Ну, бывают странные люди Я, например, когда устраивался на эту работу Которую сейчас, собственно, и занимаюсь, на которой сейчас и еду Тоже было несколько такое странное собеседование Поскольку позвонила мне девушка Как выяснилось потом, одна из сотрудниц отдела, где я потом уже работал Пригласила на собеседование Причем пригласила на собеседование в 8 часов вечера Что было достаточно странно Поскольку все собеседования обычно происходят утром А это в 8 часов Ну, я на всякий случай сказал Родным, что я иду на собеседование туда-то, туда-то, мало ли Вот Пришел Приехал на собеседование Мне сказали Да, да, все нормально Сейчас Руководитель сейчас подъедет Вы подождите Там Почитайте Посмотрите Телевизор Выпейте кофе Ну, сижу, жду Час жду Другой жду Третий жду Никто не появляется Думаю, что странно-то как Ладно, сидел-сидел Потом мне говорят Ну, знаете, руководитель настолько задерживается Что, наверное, видимо, уже не приедет Я говорю Ну, ладно Хорошо Спасибо, спасибо Все, до свидания Думал, на этом все закончилось Ну, через какое-то время Прошел день Два Опять мне звонит Эта девушка Он говорит Ой, вы знаете Вы не устроились еще на работу? Я говорю Да, пока что Вот Пока что нет Ну, тогда приходите Опять к нам Все нормально В этот раз Руководитель приедет Ну, все происходило Привязательно так же Как и в первый раз Руководитель опять не приехал Как потом оказалось Женщина Которая вызывала меня на собеседование Достаточно занята И действительно У нее бывают Такие Периодические Смены ее плана Но это уже выяснилось потом Ну, второй раз было Все то же самое Я уже сказал Ну, ребята, все Достаточно Ну, сколько можно Вроде как Если уж я вам нужен Ну, давайте как-то разговаривать И Чего зря время тратить Что ваше Что мое Ну, и все Как-то все это затихло Прошел месяц Я тоже так Находился в состоянии Безработикса Вот Подрабатывал Совершенно Какими-то Ну, не сказать Левыми Поскольку В общем-то Достаточно было нормально Поэтому я так искал Работу Достаточно Лениво Я бы так сказал Опять звонок Опять эта девушка Ой Вы еще не устроились На работу? Я говорю Знаете Будете смеяться Но нет А вы не могли бы К нам прийти Вот сейчас Прям точно будет Там Руководитель Я говорю Звали ее Катя Я говорю Кать Ну Ну, давайте Приду Ну, как бы Вот еще раз Ну, еще раз Вернее, как Это будет Последний, наверное, раз Потому что Ну, что Бесполезно Ну, думаю Ладно, скажу Что от меня не убудет Бог любит Троицу Пошел И действительно В этот раз Все было Гораздо Легче И проще Естественно Меня попросили Показать Свою портфолио Оно у меня было Достаточно Тогда Еще было С интернетом Сложно Поэтому Все это было В распечатанном виде Вот, кстати Московские реалии Справа на дороге 7 часов 26 минут Стоит уже девушка Определенных Занятий В юбке Можно сказать До пупка Кому это нужно Утром Так рано Хотя Есть, наверное Любители Это я тебе рассказываю Окружающую обстановку Чтоб ты Проникся В сей Полнотой Московской жизни Продолжим Тем не менее Мой рассказ Поговорили мы с ней Посмотрела она Портфолио Ну, говорит Рассказывайте Про свою жизнь Я говорю Ну, жизнь моя Достаточно темна И сложная Я думаю Что все сразу Не расскажу Чем вел ее В такой Ступор Небольшой Все было Очень просто Дело в том Что Как знают Некоторые люди Которые слушали И нас С Миком Я-то закончил Военное училище Какое-то время Я был в армии И после Уже известных Событий В 90-х годах Мне пришлось Из армии Уйти И пошел Я Устроился На работу Дизайнером Это было Конечно Странно Поэтому Я собственно Всем сразу И рассказывал Что я-то В общем-то Человек-то Профессионально Занимающийся Военным делом И всех Это Очень удивляло Ну, в итоге Видимо Мы друг другу Понравились Мне предложили Поработать И вот С того самого Времени Я все И работаю На этом месте Прошло уже Уже 12-й год Идет Как я работаю Вот такой Вот странный Рассказ Поэтому Твое состояние Мне-то знакомо И я Стараюсь Как-то поддержать Тебя морально Потому что Знаю Если человек Стремится То Обязательно У него получится Вот И любая цель В общем-то Будет Преодолена И все Будет По плечу Теперь Следующий Пункт Моего Фидбэка Это Давай уже Раз уж Мы с тобой Так традиционно Обмениваемся Аудио Разговорами Аудио Ответами Такая беседа Виртуальная беседа С задержкой Как вроде как Я там На Марсе А ты Где-нибудь Там На Венере И вот мы с тобой Значит Из-за того Что есть задержка Связи Мы с тобой Переписываемся Так Вот По-моему Пришло Пришло время Записать Совместный Подкаст Мне так кажется Если тебе это интересно Давай Поговорить Можно Не Ну в общем Обо всем Обо всем Не обязательно Не обязательно Не обязательно Говорить О том Кто как Искал работу Хотя Можно и об этом Поговорить Дело в том Что Все я Конечно Конечно Жалею Что Пока что Нет Мика Моего Соавтора Моего Партнера По известному тебе И Известному В широких кругах Ограниченных людей Подкасту Конечно Не хватает Когда Вот собственно Психология человека Когда Есть Возможности Когда вроде как Мы довольно регулярно Писались Это доставляло Некие такие Неудобства Потому что Надо было Быстрее ехать с работы Надо было Сидеть допоздна В этот день Поскольку У всех Соответственно Пока всех Синхронизуешь Пока всех Запишешь Пока переброшишься Техническими Всякими вещами Проходило Достаточно Много времени Но Когда это пропало То Как-то Такая Образовалась Пустота Которая Наверное Которую Которую Заполнение Которой Конечно Не хватает Вот Поэтому Я Все жду Когда появится Миг Я думаю Что все-таки Он появится Вот И Собственно Вот это вот Ожидание И Родило Такие Фидбэки Тебе Как-то Хитро Использую Приятное С полезным Поддерживаю Тебя И Тренируюсь Тренируюсь Записывать Подкасты Мы Мы все Прекрасно Знаем Если Не Тренироваться То Все Будет Очень Сложно И Это Даже Заметно Сейчас Вот Такое Мое Предложение Смотри Будет ли Тебе Это Интересно Давай Тем более Давно Мы с тобой Не разговаривали Поговорим Ну Заодно И Запишем Подкаст Вот В этот Раз В этот Раз Я Есть У меня Мысль Показать Тебе Наши Полеты Немножко Я попытаюсь Обработать Я Сейчас Ничего Не Обещаю Если Получится Я Прикручу Тоже Видеофайл Постараюсь Его Обработать И Показать Тебе Собственно Состояние Парения Духа Над Заснеженной Местами Местами Заснеженной И в общем-то Еще Достаточно Зимней Скорее Зимней Чем Весенней Москвой Вот Собственно И все Все мои Тебе Пожелания А Пожелания Это еще Не было Поэтому Еще раз Пармотали Назад Забыли Заканчивая Свой Фидбэк Я Еще раз Желаю Тебе Скорейшего Разрешения Твоих Проблем Желаю тебе Положительного Настроя Не терять Ни в коем случае Бодрости Духа Хорошего Настроения Все Будет Нормально И Посмотри Подумай Над моим Таким Предложением Как Чего Давай Списываться Отвечать Друг Другу Вот Ну На этом Все Из утренней Забитой Пробками Москвы Твой Бразер Пашко Давай Продолжение следует